Всю неделю в Люберцах проходит первый всероссийский форум, посвященный вопросам лечения, реабилитации и адаптации людей с болезнью Паркинсона. Пациенты с этим диагнозом зачастую закрываются в себе и не знают, какие есть пути выхода из стрессовой ситуации. А их очень много. Луизия Гезарян расскажет подробнее. О своем диагнозе болезнь Паркинсона Наталья Маркова узнала в январе 2020 года. Сначала были страх, тревога и неуверенность, но женщине удалось за короткое время преодолеть их. Я решила, что надо выйти из этой темной комнаты. У меня скованность мышц, которые в принципе нарастают, если нет совсем занятий. Занятий нет, а заниматься надо обязательно. Это йога, это растяжки, дартс, который я люблю, и настольный теннис. Наталья записалась в клуб «Надежда». Это физкультурно-оздоровительный центр для спортсменов-инвалидов. Совместно с тренерами она активно занялась просветительской работой. Так и появилась идея провести первый в России форум для людей, страдающих болезнью Паркинсона. Мы с этим диагнозом столкнулись вообще впервые в рамках нашего клуба, работая с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы стали интересоваться более глубоко в этом вопросе и поняли, что тема абсолютно не раскрыта. Люди неосознанно забыты, люди очень мало знают информации. И поэтому сначала мы организовали огромную конференцию, которая прошла у нас в мае этого года. Я очень благодарен муниципальному образованию Люберцы за то, что они представили нам такую площадку и возможность в дальнейшем сотрудничать по ЛФК, лечебной факультуре, отработке, может быть, новых методов реабилитации. Форум собрал более ста участников из 80 городов России. Для них организовано несколько встреч в формате лекций, круглых столов и мастер-классов. Также здесь представлены творческие работы людей, которые научились жить с болезнью Паркинсона.